Пронумерованные кроватки и отсутствие материнской любви. То, к чему с младенчества привыкают дети в домах ребенка, а затем и в детских домах. Специалисты в таких учреждениях делают все, что в их силах, чтобы дать детям хоть немного ласки и доброты. Но детей в казенных учреждениях больше, чем воспитатели. А потому получить ту долю заботы, которую имеют домашние дети, малыши без родителей не могут. Право воспитываться в семье имеет каждый. Именно поэтому и существует рубрика «Открытая ладонь». Каждый раз, рассказывая о детях без родителей, мы надеемся, что ребенка смогут увидеть будущее мама и папа. Сегодня расскажем историю маленькой Лены. Где Ляля? Ляля! Вот она! Маленькая Лена и сама как кукла. Такая же миниатюрная и красивая. Сейчас ей год и 10 месяцев. За счет отставания в развитии ребенок ведет себя как 8-месячные дети. На это могла повлиять сложная беременность и, скорее всего, пренебрежение правильным образом жизни мамы. Девочка родилась в неблагополучной семье. Наследство от нерадивых родителей достались и другие проблемы со здоровьем. Тем не менее, в доме ребенка отмечают положительную динамику в развитии Лены. За время, проведенное в этом учреждении, малышка начала ползать, садиться и вставать, играть с игрушками. Этот ребенок играет только с определенными игрушками. Мы их называем, это ее игрушки. Она их постоянно выбирает. Вот, например, вот эта вот погремушка с ключиками, да, Лена? Это ее погремушка. Она из всех, из множества игрушек подходит и выбирает, ну, подползает и выбирает именно вот эти. В доме ребенка Лену называют очень ласковой и контактной. Она всегда с радостью играет с другими детьми. Действительно, каждый ребенок имеет на право воспитание в семье. Прогноз в таких случаях, ну, никто не может знать точный, как это будет. Задержка, очевидно, будет сказываться, но тем не менее, ребенок в любом случае уже не глубокий инвалид. Анастасия Петраж, Станислав Макавич, Амурская служба новостей.